МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем эфир. Радио Крым Реали. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 8.35 и в 18.30 в будние дни вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100,7. С 9.00 до 10.00. Слушайте и смотрите нас в сети интернет, на сайте Крым Реали, в YouTube и на нашей странице в Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по телефону 044 490 29 05. Тема дня. Итак, похоже, что сбываются опасения, ожидания, да, от того, как развивается ситуация с вероятной поставкой турбин «Сименс» в Крым. За минувшую неделю выяснилось, что поставка-то невероятная, в принципе, поставка, да, и сейчас сама компания «Сименс» начинает расследование всей этой истории, начинают судебные тяжбы. Вот об этом всем поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами. Немецкая компания «Сименс» подаст в суд на лица, которые причастны к незаконной поставке ее газовых турбин в аннексированный Крым. В компании заявили, что в обход санкций на полуостров попали как минимум две турбины. Жители Севастополя также подтверждают поставку немецких турбин в порт города. Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на севастопольский ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование. При этом в Москве настаивают на том, что на полуострове устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях. Такое заявление сделал представитель президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтера публиковало информацию о том, что эти турбины действительно были произведены на территории России в Санкт-Петербурге на совместном российско-немецком предприятии, в котором у Германии 65%. Но предназначались они не для Крыма, а для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России. И российская сторона письменно обязалась преднемецкой компании не поставлять эти турбины в оккупированный Крым. Сегодня источники в Симмонс заявляют, что компания сделает все для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крым оборудование, на которое распространяются санкции. При этом изделия Симмонс требуют внимания и серьезного сервиса, говорит украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар. Эти изделия Симмонса, они достаточно деликатны и требуют серьезного к себе внимания выполнения соответствующих регламентных работ. Это, кстати, то, на что обращали внимание российские специалисты, когда только сделка, возможно, сделка Симмонса стала обсуждать. Но они будут требовать серьезного сервиса. В связи с разгоревшимся скандалом вокруг турбин в России поспешили успокоить крымчан. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Симмонс отзовет турбины, которые были незаконно поставлены на полуостров. И добавил, что первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года. Итак, продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. В ближайшие 20 минут вы еще можете успеть принять участие в нашем эфире. Напомню, что говорим мы о поставках турбин Симмонс Крым, о новых подтверждениях, старых фактах, которые раньше были опубликованы. В частности, агентствами Reuters и РБК. Я напомню, что стало известно вообще об этой ситуации из сообщений этих средств массовой информации, которые с ссылками сразу на несколько источников тогда сообщили о том, что действительно турбины компании Симмонс поставлены в Крым. РБК сообщила о том, что они, возможно, были немного модифицированы для того, чтобы скрыть, собственно, сам факт поставки в Крым под санкционной продукцией. Компания Симмонс начала с того, что отрицала свою причастность к этой истории. И вот сейчас мы видим развитие этой ситуации. Я приветствую в нашем эфире бывшего министра топлива и энергетики Украины, председателя всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова. Иван Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Да, почему, собственно, вот такой скандал вокруг этой поставки турбин на ТЭС в Крым? Насколько вообще важную роль играет строительство вот этих ТЭС в Крыму, этих электростанций, для процесса оккупации Крыма России? Значит, ну, первое, после приключения поставки турбин на ТЭС в Крыму... У нас, к сожалению, проблемы со связью. Давайте попробуем сейчас перезвонить нашему спикеру. Я напоминаю, что обсуждаем мы сегодня историю с поставкой турбин Симмонс на ТЭС, которые строятся во временно оккупированном Крыму. Информация в продолжении эфира. Немецкий концерн Симмонс подал иски против причастных к поставкам его турбин в Крым компаниям. Об этом сообщил представитель компании Симмонс. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, ответчиками по которому являются Акционерное общество Технопромэкспорт, Общество с ограниченной ответственностью Технопромэкспорт и Общество с ограниченной ответственностью Симмонс технологии газовых турбин. Это совместное предприятие Симмонс и российской компании силовые машины. В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, оказались все-таки в Крыму. Как заявляет Симмонс, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов, запрещающих клиенту поставлять оборудование на полуостров. Напомню о том, что готовится именно такая схема поставки турбин в Крым, что будут поставлены турбины, которые предназначаются и были закуплены изначально для Тамани, говорилось уже давно, и вот мы видим, что этот сценарий был фактически реализован, несмотря на все предостережения, и вот теперь мы имеем возможность пронаблюдать за тем, как эти все предостережения сбудутся или нет. Я снова приветствую в нашем эфире Ивана Плачкова, экс-министра топлива и энергетики Украины. Мы с вами остановились вот на этом как раз моменте, насколько важным является строительство ТЭС в оккупированном Крыму для России, и почему Россия пошла на такой шаг, который гарантированно, гарантированно нес за собой вот такие последствия. Я начну сначала. После прекращения поставок ТЭС в оккупированном Крыму. К сожалению, вот что-то не получается у нас с телефонной связью. Давайте мы еще раз попробуем связаться с нашим экспертом и продолжим через несколько секунд. Продолжаем эфир. Я приветствую Вадима Улиду, бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, доброе утро. Ну вот давайте с вами попробуем понять, насколько важен для России вот этот проект строительства ТЭС в Крыму, во временно оккупированном Крыму. Почему она сознательно пошла на такие риски, на реализацию схемы, которая гарантированно должна была закончиться скандалом, и мы видим, что именно этим она и заканчивается. Строительство этих двух ТЭС находится в плоскости проекта по обеспечению энергонезависимости Крыма от Украины, который был разработан еще в 2014 году. В принципе, он даже есть на сайте Минэнерго России. И эти две ТЭС, речь идет о сейчас-то первую очередь севастопольская и симферопольская ТЭС, которые должны были заработать в этом году. И потом, плюс-мот, еще вторая очередь. То есть, в связи с этим ТЭС необходимо для того, чтобы обеспечить полную независимость Крыма в энергетическом плане от материковой части Украины. Как далее будет развиваться эта история? Потому что компания Siemens, вот она даже демонстративно так подает иски, она делает вид, что не знала ничего об этой сделке, но, во всяком случае, так себя ведет, да, и позиция компании такая, что ее, ну, вот если говорить самым простым языком, ее подставили российские партнеры. Как будет дальше развиваться эта ситуация? Вы знаете, Siemens — это одна крупная международная компания, которая осуществляет проекты во всем мире. И я думаю, что они будут придерживаться санкций, поскольку от этого зависит их репутация и возможность работы на брифлингах. Но в то же время, как бы мы понимаем, что строительство вот этих ТЭЦ без современных газотурбин, турбин для газотурбинных станций Siemens, оно невозможно. Поэтому, ну, сложно сказать, как там было, я просто знаю, что строительство именно вот этих двух ТЭЦ, оно уже идет с задержкой почти на год, и одной из причин этих задержек было то, что еще в прошлом году осенью Siemens не хотела отгружать эти именно две турбины технопромоэкспорта. Это российская компания. Возможно, они всегда подозревали, что эти турбины могут быть использованы не для таманского проекта, как было заявлено, а будут перемещены потом в Крым. Ну, не только для Крыма России нужны технологии Siemens. Не только для того, чтобы там как-то обеспечивать энергонезависимость временно оккупированной территории. Россия использует технологии Siemens очень широко в своем энергетическом сегменте. Вот мне попадались новости о том, что не так давно, допустим, в Чечню были поставлены новые турбины. Ну и вообще, насколько важным является для России использование технологии Siemens, и как может ударить по энергетическому сектору, и ударит ли вот эта ситуация, когда компания Siemens, получается, для нее токсично сотрудничество с рядом российских компаний? Ну, вообще, это большой рынок для Siemens. Я знаю, что у них там есть совместное предприятие, которое существует на ставку этого оборудования. То есть, насколько я знаю, конфликт сейчас как раз вокруг этого проекта, о том, что турбины, которые были проданы в Россию для третьих состанций в Томане, в Казахстанский край, были перемещены безаконно в Крым. И сейчас компания Siemens подала в суд, и я думаю, что ему судебное разбирательство покажет, какие там были условия. Потому что если в контракте было ограничение на использование этих турбин, то, конечно, они не должны были быть перемещены в Крым. Могут ли быть по результатам вот этой истории расширены санкционные списки? И вот санкционные списки какой страны или группы стран с большей вероятностью будут расширены? Это будут санкции, примененные со стороны Украины, Европейского Союза, либо Соединенных Штатов Америки? Ну, сложно так сказать сейчас. Я думаю, что Украине в этой ситуации нужно усилить именно дипломатическую работу по каналу Министерства иностранных дел с помощью торгово-экономических миссий при посольстве, для того, чтобы наблюдать за вот этим делом и как бы использовать претендент для того, чтобы европейские компании, те страны, которые внедрили санкции против России, придерживались этих санкций. И важно сейчас держать этот вопрос на контроле с точки зрения по дипломатическим каналам. К нашему разговору подключается Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики Украины. Надеюсь, сейчас связь позволит нам продолжить наш разговор. Иван, мы с вами вот... Был прерван наш разговор. Давайте все-таки вот уже мы немного ушли вперед с Вадимом Улидой, бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. По поводу санкций. Насколько вероятно, по вашему мнению, что эта история завершится расширением санкционных списков? И какие государства первыми отреагируют на эту историю? Вы слышите меня? Да, да, слышим. Нормально, да. Да, хорошо слышим, говорите. Значит, ну, начинаем сначала. После того, как была прекращена поставка электроэнергии с объединенной энергосистемой Украины в Крымский полуостров, дефицит в электроэнергии в Крыму составлял более 800 мегаватт. Из них где-то 200 мегаватт, 250, они вырабатывали станции Крыма, которые были в топольской части, типа в топольской. И дефицит составлял непосредственно где-то порядка 500 мегаватт. И были верные отключения и так далее. Потом было принято решение провести табельные линии по черту, по моду, для того, чтобы поставить. Часть этой работы была выполнена, но из-за неразвитой инфраструктуры сетевой, те там 400-500 мегаватт, которые планировались, Крым не может получить территории Российской Федерации, потому что было принято решение строить собственные генерации, строить станции. Что касается ситуации с Сименсом, уже было сказано о том, что силовые машины и Сименс, и в конце 90-х, начало 2000-х, создали совместное предприятие, которое предусматривалось производство совместно турбин и производство элементов турбин, которое делал Сименс. Сименс давал новые технологии для силовых машин. И это сотрудничество продолжалось где-то лет до сегодняшнего дня. И я вам скажу, даже Сименс поставлял в Москву, строил целую электростанцию. Прекратится ли теперь это сотрудничество, когда, получается, российский партнер подвел этот немецкий концерн под угрозу каких-то штрафных санкций? Что произошло сегодня? Есть санкции по отношению к Крыму, по поводу отношений Российской Федерации. И российская сторона, она использовала вот этот договор совместной предприятии и нарушение санкций, значит, поставила турбины через вторые руки, через третьи руки, через первые, но санкции как бы нарушены. И Сименс говорит, у нас в договоре не предусмотрена возможность поставки наших турбин без нашего согласия. Что произойдет? Произойдет сегодня первое. Конечно, репутация Сименса, она как бы не улучшена. Мы понимаем о том, что пострадала репутация Сименса. Конечно, свернет свое сотрудничество, если не полностью, то достаточно серьезно как бы с российскими предприятиями, потому что действительно это как бы такая токсичная сегодня ситуация. Но со стороны России, я уверен, однозначно эти турбины будут поставлены, они будут смортированы, они будут работать. И Россия в судебных инстанциях будет доказывать о том, что она не нарушила договор, а Сименс будет доказывать, что Россия нарушила. Вы здесь видите, какая еще история любопытная складывается. Вообще вот эта ситуация с тем, что турбины, которых согласно санкционному режиму в Крыму быть не должно, они в Крыму. И это уже подтверждено. Значит, должно быть какое-то наказание. И у нас есть возможность, скорее всего, мы видим это наказание в каких-то санкциях. И вот главный-то вопрос. Решится ли Украина после этого как-то расширять свои санкционные списки, учитывая вот неоднозначно артикулирующуюся позицию о том, что участие любое в оккупации Крыма и облегчение этого процесса для Российской Федерации, оно все-таки должно Украиной быть как-то оценено. И насколько технологии Сименс сейчас внедрены в энергетическую систему Украины? И сможет ли себе позволить Украина, в случае, если подтвердится, что именно немецкая корпорация, да, есть ее доля вины в том, что произошло, может ли себе позволить Украина применить какие-то санкции в отношении Сименс? Ну, первое, Сименс является одной из ведущих корпораций и самой технологичной, которая по производству электроэнергетического оборудования. И в Украине в очень большом объеме используются технологии и оборудование Сименс и сотрудничество украинских энергетиков еще с начала, еще до начала независимости Украины. Это первое. Второе. Эту ситуацию, которая между Сименсом и Россией, я считаю, что это должны рассматривать. Я уверен, что очень жесткое отношение к Сименсу будет со стороны соответствующих инстанций Европейского Союза и соответствующих международных инстанций. Что касается Украины, то я думаю, что пока не будет такого решения суда, я думаю, что Сименс подаст тут на... Да, действительно, судебные тяжбы уже начались. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины. И с нами на связи также Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, вам слово, сможет ли Украина себе позволить санкции в отношении немецкого концерна, если подтвердится его какая-то доля вины в том, что случилось? Ну, вы знаете, теоретически, конечно, да, но практически я вот могу согласиться с Иваном Алексеевичем, что вряд ли, поскольку Сименс – это мировая компания, действительно, и она производит оборудование на энергетическом машиностроении в очень широком спектре, которое это оборудование используется в энергетике Украины, не только Украины. То есть уникальность компании в какой-то степени защищает ее от ответственности? Да, я бы кто-то обратил внимание на то, что как бы Сименс напрямую не поставил это оборудование, то есть он подал суд и сейчас занимает позицию, что его, по сути, подставили, нарушили контрактные обязательства, и здесь он как бы наоборот судится с Россией. Ну, хорошо, да, давайте на этой точке тогда зафиксируемся. Да, действительно, началось судебное разбирательство, будем следить за этим. Я напоминаю, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Напоминаю, что говорим мы сегодня об истории с поставками турбин «Сименс» в Крым. И с нами на связи Бёрнхард Клазен, немецкий журналист. Доброе утро. Доброе утро. О чем говорят сейчас в Германии? Будет ли нести какую-то ответственность компания «Сименс» и несет ли она ее уже в каком-то виде? Ну, я о репутационной ответственности прежде всего говорю. Ну, в Германии действительно многие газеты пишут про турбины, которые «Сименс» якобы поставлял в Крым. И «Сименс» говорит, что мы тут ни при чем. Россия нас обманула, и все это без нашего ведома. Но немцы обычно очень петантичные люди. Ты можешь продавать стиральную машину куда угодно, и потом говорить, что не знаешь, куда давалась машина. Но турбины отправить куда-то, и потом не понять. Тем более, просто начать эксплуатацию, пуск этих турбинов могут только техники «Сименса». Поэтому рано или поздно «Сименс» слышит или открыто отказаться от этой стилки, или как-то дать понять, что они действительно знали и участвуют в этом. Ну вот о том, что эту схему готовится Россия реализовать в Крыму, поставки вот этих турбин в «Сименс», говорилось уже очень давно, и в итоге они ее конкретно и реализовали. Вот может ли получиться так, что Европа станет первым субъектом, который будет как-то наказывать за какое-то участие в этой схеме поставок турбин в Крым? Ну, по крайней мере, будет каких-то нежелательных для фирмы «Сименс» последствий. Я так думаю. Немецкий посол в Москве, господин Рудико фон Фриджи, тоже сказал, что он не исключает как-то плохие последствия для фирмы «Сименс» в результате этой стилки. Поэтому фирма «Сименс» сейчас имеет очень хорошую репутацию, очень хорошее место на немецком рынке. Но мне кажется, что то, что сейчас происходит с турбинами для России, то это может повредить «Сименс». у «Сименса» есть больше товарооборот «Сименса» с Россией, это больше 1 миллиарда евро каждый год. Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был немецкий журналист Бернхарн Клазен. Мы говорили о истории с поставкой турбин «Сименс» на территорию временно оккупированного Крыма. Не так много времени прошло с нашего предыдущего разговора буквально недели, но за это время стало очень многое известно. В частности, поступили фактические подтверждения того, что действительно, да, это турбины «Сименс», и они были поставлены на территорию временно оккупированного Крыма. И говорили мы о том, чем может обернуться эта ситуация, как для самой компании «Сименс», так и для энергетического сектора России, который очень сильно связан с этими технологиями. И может ли Украина, в частности, себе позволить отреагировать на эту ситуацию, расширив санкции, в том числе и на немецкого производителя. Это было радио «Крым-Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Всего доброго.